Угу, прекрасно. Рада вас приветствовать, радость только народу видеть на своем вебинаре. Кому-то добрый день, кому-то добрый вечер, у меня уже 5 часов вечера, уже скоро спать ложиться, можно сказать. Хочу спросить, новички есть у нас сегодня? И давайте сначала новички напишите, есть? Мама, не сложу с витаминами. Ной, да, кушай. С витаминами нет. Иди кушай. Хорошо, очень много новичков. А еще очень интересно мне, есть ли у нас здесь кандидаты. Те, кто еще не знаком с проектом. И кандидаты есть, да? Отлично. Ребята, девочки, мальчики, вебинар просмотрите и в зависимости от того, какое вы решение примете, напишите тому человеку, который вас пригласил на этот вебинар. В вашем решении, если вы согласитесь, решите присоединиться к нашему проекту, вам спонсор будущий вас зарегистрирует и научит вас работать так, как мы работаем, научит добиваться успеха в нашем проекте, сотрудничая с компанией Reflame. Спасибо, Натушька. Все, давайте поехали, давайте знакомиться. У нас сегодня тема вебинара «Сти жизни» в проекте «Экспресс-карьера». Меня зовут Елена Кондакова. Я сейчас в открытом звании старшего директора, и у меня сегодня прям радостное-радостное событие. У меня мой первый директор, моя первая веточка сегодня открыла, открывает тоже старшего директора. Я прям сегодня вся на подъеме. Вот так вот мы замечательно закрываем второй каток. Юля Шестакова, если ты здесь или когда ты будешь смотреть этот вебинар, еще раз тебя поздравляю. Горжусь тем, что с тобой знакома, горжусь тем, что у меня в команде есть такой замечательный лидер. Я живу в городе Омске, это Сибирь, кто не знает, Россия. На данный момент я уже индивидуальный предприниматель. Открыла я предпринимательство в марте. Вот 2 марта мне выдали свидетельство 2015 года. Анастасия Пономарева, вы тоже с Омска? Вот, смотри, вот так тут выглядит свидетельство в России. Все, кто дойдет до партнерства с компанией, все, кто дойдет до открытия индивидуального предпринимательства, россияне, получите вот такое свидетельство. И, по-моему, с 6 каталога я получаю свой доход уже на расчетный счет. Вот здесь вот выписка моего скрина, смотрите, с 1 апреля по 13 января. То есть, 11 у нас было перечисление за 17 каталог в январе. Я вам сгенерировала циферку, сколько я заработала чисто на расчетный счет. То есть, чистых живых денег, которые я получила на руки. В компании, начиная с апреля, с 6 каталога по 17. Это получается почти до полумиллиона я дошла. Здесь у меня есть 2 EMI за закрытие директора. Круто, да? И плюс ежекаталожно у меня около 5-6 тысяч остается на номере консультанта на шоппинг. Компания Reflame на шоппинг в своем личном магазине. Такие вот денежки мы реально избатываем в нашей компании. Вам скажу честно, что это еще не предел. И для меня не предел. И для каждого из вас это должен быть не предел. Потому что открытие звания старшего директора, старший директор, это еще не гарантия пассивного дохода. Это просто хороший доход на текущий момент. Но этот доход можно и нужно увеличивать. Еще чуть убавлю. Если кому-то будет тихо, в себя прибавляйте. Либо говорите, что прибавила. Вот такие вот справочки нам присылает компания. Я вам сюда решила показать 2 справочки. Справки с моими премиями за закрытие звания директора. Вот первая справочка, которая повыше, где общая сумма 89 тысяч. Это мой доход за 14 каталог. И плюс премия 1000 долларов за закрытие звания директора по курсу доллара. То есть тогда доллар стоил 62 рубля практически. Сейчас доллар стоит больше 70 рублей. То есть кто закрывается в этом каталоге, то уже получит на 9 тысяч, на 8 больше, чем я премию. Круто, да? И второй скринчик бухгалтерской справки. Здесь доход за 3 недели за 15 каталог плюс автобонус за закрытие звания 70 тысяч рублей. В России дается на исполнение мечты. Каждый директор уже с уровня директор может прийти для себя автомобиль. Компания предлагает нам купить автомобиль Шкоду Рапид. Предоставляется у официального дилера скидка 5%. Для такой крупной покупки 5% это не маленькая сумма получается. Теперь есть? Вот, вы увидели, какие доходы мы можем зарабатывать в нашем проекте. Давайте теперь маленько расскажу о своей жизни до проекта, как у нас у многих получается. Так что мы делим свою жизнь до проекта и уже в проекте. Потому что работая здесь, мы не только начинаем получать хорошие доходы, мы меняемся как личность, меняемся физически, меняемся умственно и так далее. Выросла я в маленькой деревне. Ездила в школу с 5 класса учиться в соседнее село. Жила поначалу в интернате. Может быть, кто-то знаком есть такие при школе. Интернаты, когда детки вне дома, мы там с понедельника посту жили. Потом мы стали жить с бабушкой. У нас бабушка переехала специально, чтобы мы комфортнее себя чувствовали при учебе. Так что, сколько мне лет-то было, я уже не помню, в 5 классе, наверное, 11-12. Вот с такого маленького возраста я уже самостоятельный человек. Это был огромный стресс для меня. Был огромный стресс так жить, потому что до этого момента мама нас от себя не отпускала. Ни капли видя то, что мы будем вот так вот долго дома отсутствовать, неделями. И когда нас увезли первый раз на неделю, я все 5 дней плакала по ночам. Зато, когда я поехала учиться в колледж, я уже была полностью самостоятельная. Все знала, все умела. И приезд в город для меня был единственным тем шоком, что это очень много людей, что это огромный просто город, у нас город-миллионник. Я приехала, это был мой, можно сказать, первый приедет в город. Бывало, я блудила, знала, на какой автобус сесть, в какой остановке, чтобы уехать домой с курсов. Поступила я в колледж на модели конструктора швейных изделий и дополнительное образование швея. Это средне-специальное образование, высшего образования у меня нет. Я не пошла на вышку учиться, потому что мне не захотелось, чтобы мама с папой за меня платили денежки. Так как поступить на бюджетное учреждение, на очку, я уже не хотела. Еще учиться 4-5 лет, как-то мне не захотелось. И на заочное тоже не смогла пройти на бюджет, поэтому не пошла. Пошла работать. Работала сначала швеей, работала продавцом в магазине, одеждой и обуви. Потом снова швеей работала. Вот и коллеги здесь есть, знаете, да? Кто работал, кто шил и кто работал продавцом, тоже знаете, как это достается. Как гоняют за товарооборот, за выполнение планов и так далее. И всегда это работа сдельная, без заклада. В процессе смены моих работ я вышла замуж. С мужем мы уже 10 лет вместе. Вот на прошлую субботу мы с ним отметили медную свадьбу. Семь лет со дня свадьбы у нас было. Вот так вот мы долго. Он меня всегда поддерживал. Я никогда не боялась менять работу. Он всегда был со мной рядом, а сейчас он со мной рядом, мне всегда помогает. Дальше я... У меня было такое переосмысление, что работать швеей я ни в коем случае никогда не буду. Возможно, буду работать продавцом. Где тут еще можно найти работу? Да, со средним образованием, с таким... Без высшего образования, без каких-то связей и так далее. Я пошла переучиться от биржи труда. У нас есть такой центр обучения ориентир. Три месяца переучилась на кладовщика. Решила, что мне нужна будет для того, чтобы хоть как-то расти по карьерной лестнице продавцу, чтобы стать там менеджером и так далее. Нужно знать программу 1С и что-то там вот так вот знать о продаже. На товароведа не пошла, потому что там не было этой программы 1С, не изучали. Пошла на кладовщика. Ну вот, я на заочку решила не ходить. У меня до сих пор мама иногда спрашивает, когда у тебя будет диплом о высшем образовании. У меня сестра двоюродная получает уже второе или третье обывание высшее. У нее там за меня лежит дипломчик. Не вижу смысла тратить время на высшее образование, этот диплом, чтобы он лежал, пылился. Когда я переучилась на кладовщика, я нашла работу на мебельный фарк и работала там кладовщиком-диспетчером. Собственно, оттуда и... Да, я ввожу мнение. Я даже когда устраивалась швеей, у меня ни разу нигде не попросили мой диплом, ни разу нигде не попросили мое удостоверение швеи. То есть не было такого. Очень много работ сменила и нигде у меня не просили мой диплом. Собственно, с фабрики, с мебельной я и ушла в декретный отпуск. Я там проработала год. У меня не было работы, где я могла работать больше года. Меньше года было все. Вот единственная вот фабрика, я работала там год. И год работала в салоне шторы. Я шила там шторы. В 2011 году у нас родилась доченька. Вот так вот выглядела моя работа до проекта. Как вот эта вот собачка. Ты спишь в субботу и радуешься. Пятницу вечером уже какое настроение веселое. То, что ты отдохнешь дома, посидишь, вставать не надо будет. Можно будет выспаться. Будучи беременной, я ездила стоя в маршрутке. У нас фабрика была на окраине города, в дачном поселке. И я ездила одна всего маршрутка. Это было лето. Я с большим животом, среди бабушек, которые с помидорами, с рассадами, которые торопятся на дачу. И я часто ездила стоя в маршрутке. Как вот эта вот тетя в автобусе или в метро. И вот здесь вот тоже картинку, когда искала, нашла. Оказывается, в моей работе еще Чайковский писал. И такая дребедь день, целый день. То тюлень позвонит, то олень. Так как я была диспетчером еще помимо укладовщика, приходилось разговаривать с клиентами. Бывали клиенты неадекватные, которые там с доставками с ними договаривались. Бывало, что машина сломается, да, какого-то материала нет для мебели. Или приходится звонить, объяснять, почему нету мебели, да, назначенный срок и так далее. И закон, как, наверное, у многих и у всех на работе, по найму шеф всегда прав. У нас было действительно так, шефу против слова сказать нельзя. Вот такая вот веселая работа была. В 2011 году в августе я ушла в декретный отпуск. И в 2012-2013 году дочке был почти два года. Я пришла в проект. Я искала работу, так как мы в тот момент начали копить деньги на ипотеку, на оформление ипотечного кредита. У нас очень много уходило на накопление денег, и мы тогда снимали квартиру. Хотелось, помимо того, чтобы покушать обычную еду, хотелось еще ребенку игрушки какие-то покупать и так далее. Поэтому я решила, что нужно помочь мужу, и начала искать работу в интернете. Около месяца я, наверное, искала, а потом меня нашла мой спонсор Наташа Антонов в моем мире. И с тех пор я предана нашему проекту. Я безумно рада, что я здесь, что нашел у меня этот проект, что нашла меня Наташа, что я сразу увидела здесь перспективы заработка. И сейчас вот я работаю дома, сижу дома, зарабатываю дома. У меня уже ребенку 4 года, 5-й год, мы уже в садик ходим. Но, тем не менее, утром в понедельник проспали, глаз открыли, без 28. Я говорю, о, мы проспали. Ну и ладно, и дальше спать. Что, мы будем торопиться, что ли, в садик ехать за 20 минут? Вот такая вот я стала уже в проекте. Здесь мои две фотосессии. Сейчас маленько покажу радости наши, которые либо косвенно, либо благодаря проекту появились у нас. Есть две мои фотосессии, пока они такие скромненькие. В 2015 году я побывала на банкете директоров. Правда, я была там как спутник. У меня мой спонсор Наташа взяла как спутника на банкет. Мы сходили на мегафорум, встретились с девочкой с моей командой, гуляли. Приехали за день до мегафорума, у нас был свободный, мы погуляли в парке. Наговорились, нашутились, обнимались, нацеловались, потом пошли на мегафорум. Очень было интересно. Встретились с командой. Здесь вот фотографии наши, все наши лидеры, наши партнеры. Лен, наверное, у вас что-то с компьютером, либо с интернетом. У меня должно быть все нормально. Или если у всех зависает, пишите. Здесь вот внизу фотография мы спонсором с моим, с чеком 1000 долларов. Тогда я первый каталог, как раз мы поехали на банкет, первый каталог я открыла директора. И здесь общая фотография. Здесь внизу, где большая фотография на банкете директоров, это экспресс-карьера Россия. Видели вы мое видео с Египта, кто зашел пораньше. Я квалифицировалась на менеджерскую конференцию в Египте. Мы там были, нас было трое с нашей команды. Круто отдохнули. Это было незабываемые три дня и четыре ночи. И вот в Москве встретились наши Ани. Классная. Первый раз была на море, первый раз летала на самолете. Первый раз вообще где-то отдыхала. То есть классные незабываемые впечатления. Красное море, аквариум большой, огромный аквариум. Прозрачная, голубая, голубая вода. Там возле берега кораллы. И там есть такой большой мост, понтон называется. И люди, которые хорошо плавают, они купались. И там получается, где кораллы заканчиваются, глубина моря сразу больше 10 метров. Нет, там не было акул. Там были маленькие красивые рыбки. Это было круто. Мы ныряли с маской. Мы брали маску и ныряли, чтобы посмотреть подводный мир. Когда с понтоном ныряли, там, я не знаю, конечно, все 10 метров-то, наверное, не проглядывались. Но проглядывалось очень глубоко. Прозрачная, голубая-голубая вода и любопытные рыбки, которым интересно, кто же на них смотрит, кто же тут лазит в воде. Классно, конечно. Жалко, я говорю, жалко, что мы не взяли специальный чехольчик для того, чтобы под водой фотографировать. Но я так сверху над водой фотографировала рыбок, потому что я люблю это дело. Ходила специально. Ходила специально, фотографировала их. Максим, еще замечание вам будет? Вас выгоним из комнаты. Ведите себя прилично. Сидеть здесь никто никого не заставляет. Вы сюда пришли добровольно. И хотите слушать информацию, я сейчас расскажу о своей жизни. Дальше расскажу коротко о сути проекта. Вот здесь вот маленькие радости для моей доченьки. Летом мужа с нами нету, к сожалению. Мы с дочей ходили в дельфинарию у нас приезжал. Мы с ней сидели на первом ряду. Я специально купила билеты на первом ряду для того, чтобы ей все хорошо было видно, чтобы ей не нужно было выглядывать из оголов других людей, чтобы где-то что-то увидеть. Мы сели сбоку для того, чтобы не попадали брызги воды на нас. Классное зрелище. Я сама видела первый раз дельфинов в свои 29 лет. И моя доченька видела в свои неполных 4 года первый раз дельфинов. Мы сфотографировались с ними. Они такие теплые, хорошенькие, такие вообще классные. Доча давно хотела такую машинку. Гоняет она у нас на перегонки с мальчишками во дворе летом. Такой вот тоже с первой зарплаты, с первым переселением на расчетный счет. Я сразу поехала, и мы с ней выбрали машинку такую, какую она захотела. И он себе позволит пойти прогуляться, просто зайти в игровую комнату. Это были мои первые такие радости, когда я начала получать доходы. Он еще тогда был маленький. Порядка 14-15 тысяч я получала на расчетный счет. И я практически на все эти деньги спускала на ребенка игрушки, игровые комнаты, кафешки, парк и так далее. Здесь вот это я уже с премией подготовилась к ней. Купила себе куртку зимнюю такую, какую я хотела, какая мне понравилась. Купила в первый раз всю жизнь, у меня на зиму две пары сапог на повседневку и парадные выходные для того, чтобы куда-то сходить и красиво одеться. Для кого-то, может быть, это нормально, а для меня это достижение, то, что я смогла вот так просто взять деньги и пойти купить себе вот такие вещи на свои заработанные. Сейчас мы с мужем заказали нам, собрали компьютер. Такое вот у меня новое рабочее место, такой огромный мониторище. Я еще до сих пор к нему не привыкла. После ноутбука я теперь не через три минуты после нажатия кнопки «включить» на работе, а меньше, чем за минуту. Загружается быстро, еще, правда, не все свои, перенесла все свои фотографии, картинки. У меня куча-куча всяких презентаций, картинок, видео нужно перенести со старого ноутбука на новый. Вот, ну, системный блок не стал вам фотографировать, потому что мы его собирали. И он у нас где-то вышел около 50 тысяч рублей. Мне нужно продублировать, чтобы у меня была здесь тоже информация, потому что муж скоро едет в навигацию, и у меня не будет доступа к ноутбуку. Вот я, допустим, сегодня презентацию доделала, я это делала на старом компьютере, потому что здесь пока еще нету. И параллельно я еще коплю денежки на машину, хочу свою собственную машину, сама хочу ездить. Муж мне свои доверяет. Да, так, клавиатура уже привыкаешь, более удобнее становится, и сам этот монитор, так непривычно смотришься, такое крупное, большое. И вечером даже достаточно света от монитора, когда ночью работаешь, чтобы не включать дополнительный свет. Спасибо. И давайте теперь я вам коротко расскажу о сути проекта, за что мы здесь получаем деньги, как их заработать и так далее. Для начала хочу вам сказать, что вы видели уже мое свидетельство об открытии индивидуального предпринимательства, видели, какие справочки компания нам высылает. Мы заключаем официальный договор, мы становимся не наемами рабочими компаний, мы становимся партнерами компаний, когда заключаем договор о возмездном оказании услуг. Это делается для того, чтобы мы были полностью защищены законодательством, чтобы наш доход весь был белый, чтобы у нас все было в порядке с нашими документами. Я уже платила налоги, вот скоро надо делать декларацию за год. Смотрите, компания зарегистрирована в России, во всех странах, где она работает, согласно законодательству той страны, где она работает. То есть, легально все. Поэтому мы с компанией заключаем официальный договор, у нас нет никаких веб-кошельков, Яндекс, деньги и так далее. То есть, когда вам кто-то предлагает работу и говорят, что вам будут перечисляться деньги на Киви-кошелек, либо на карту неизвестного какого-то банка, которая будет неименная, это уже звоночек того, что вы будете работать нелегально. Ваши доходы, даже если они там будут, они будут нелегальными, и в любой момент налоговая может к вам прийти и предъявить вам какие-то штрафы. И, во-первых, когда вы работаете нелегально, это не дает вам гарантии стабильности. Думаю, когда мы молодые, когда мы студенты, когда у нас нет семьи, мы не заморачиваемся на стабильности. Стабильно мы живем, стабильный у нас доход, либо нет. Когда у нас есть детки, когда у нас есть семья, каждый здравомыслящий человек нормальный задумывается о том, чтобы ему было не только на сегодня, что покушать и одеть, он задумывается о том, что он может дать ребенку своему, как он будет жить через месяц, через два месяца и так далее. Как я говорила, компания только официальные документы предоставляет, то есть официальный договор о возмездном оказании услуг и официальные выплаты вам как партнеру на расчетный счет в банке, который вы выберете сами. Вы получаете стаж, как индивидуальный предприниматель, вы оплачиваете налоги в зависимости от страны, это 3 или 6 процентов, от 3 до 6, и вы отчисляете себе денежки на свою пенсию. Помимо того, что после выхода на звание золотого директора вы становитесь, даже если не будете работать, все равно будете получать доход, имея двух директоров первой линии, вы еще будете от государства получать пенсию по тому времени, как вам придет пенсионный возраст. Понятно, да? Да, налоги мы оплачиваем самостоятельно, мы индивидуальные предприниматели, полностью самостоятельные люди. У нас идет упрощенная система налогообложения, поэтому мы оплачиваем в России 6 процентов от доходов. Это гораздо меньше, чем работодатели, когда нанимают нас на работу, неважно, магазин, завод или еще куда-то. Там изначально вы договариваетесь, да, допустим, на зарплату 20 тысяч. Официально, допустим, ну, на 20 тысяч официально никто не берет, да, в наше время, во время жестких налогов для работодателей, вам официальная зарплата, да, грубо говоря, 8 тысяч по максимуму будет. И здесь уже будет учитана та сумма, которую работодатель должен будет за вас заплатить налог. Она уже будет вычтена. И нужно считать, что когда вы работаете по найму, вы не платите налоги. За вас это делает работодатель, и автоматически она у вас высчитывается с зарплаты, и также ваша пенсия будущая. Я не думаю, что Россия запретит работать компанией «Арифлейм» на территории России, потому что это очень крупный налогоплательщик для России, это большие доходы для государства. Да, если «Арифлейм» уйдет, это будет очень огромный минус бюджету России. Также очень-очень большой пласт партнеров у «Арифлейм» есть в России, поэтому если они уйдут, это будет, я не знаю, наверное, 20-30 лет минус компании. Да, правильно. И для того, чтобы зарабатывать в нашем проекте, у нас есть всего три условия для развития вашего бизнеса. Это приглашение людей в интернете. Мы работаем в интернете, также вы будете работать и с теплым рынком, то есть с вашими знакомыми, то есть не в интернете. Обучение по мере развития обязательно нужно обучаться, понимаете, да? Даже когда вы по профессии приходите работать на наемную работу, все равно вы там обучаетесь. Также здесь нужно постоянно обучаться, как мы постоянно растем по карьерной лестнице. И третье обязательное условие для нашего проекта – это личное потребление, то есть смена вашего магазина, где вы, допустим, если вы не зарегистрированы, где вы сейчас покупаете себе мыло, шампунь, гель для душа и так далее, декоративную косметику, на магазин «Арифлейм», то есть на свой личный магазин. Давайте еще расскажу, что вам даст проект, и далее потом поподробнее о пунктах развития. Наш проект вам даст неограниченный доход, то есть вы сами выбираете доход, вы хотите получать лестницу успеха. Вот у меня не видно, у меня за спиной маленький плакат висит. Вы выбираете, где вы хотите остановиться, 2000 долларов «Золотой директор», либо 4000 долларов «Первый директор» и так далее. Сами выбирайте, насколько ваших амбиций хватит. Вы приобретаете свободный стиль жизни, вы работаете дома, работаете тогда, когда вам удобно, когда вы хотите. Хотите днем, хотите ночью, хотите утром. Выбирайте сами, выбирайте сами, когда вам поехать в отпуск и так далее. Также, помимо того, что вы сами хорошо зарабатываете, можете себе позволить ездить в отпуск, даже и в отпуске работать, если соскучились по работе, вы еще с компанией можете путешествовать за границу. В этом году будет Менджерская конференция для России. Правда, это будет не за границей, это будет в Сочи. Но «Золотые директора» полетят сначала на Кипр. Беларусь тоже полетит в Сочи, да, а остальные страны полетят в Турцию на Менджерскую конференцию и на «Золотую». «Золотые директора». Дальше идет у нас бриллиантовая конференция. Вот недавно Аня с Илоной вернулись с бриллиантовой исполнительной конференции. Это тоже была за границей, это были Арабские Эмираты. Вы приобретаете здоровье, красоту, потому что вы здесь волей-неволей узнаете, как правильно за собой ухаживать. У нас есть замечательная линейка «Велнос». Позже я вам расскажу о фактах гордости компании, коротенько, и вы увидите, что «Велнос» – это достойная продукция, которая поправляет наше здоровье. Я не говорю, что это пилюля от всех болезней, это то питание, которое позволяет нашему организму получать все необходимые микроэлементы, которые нам требуются для того, чтобы наш организм был здоровый. Постоянное развитие как личности, как лидера. Вы постоянно растете. Сначала вы приходите, вы учитесь работать, потом вы учитесь работать уже со своими лидерами, становитесь лидером, учитесь, потом обучаетесь, как работать с лидерами, с директорами, когда у вас появляются директора, когда вы становитесь цветным директором и так далее. Вы помогаете окружающим. Вы пригласили двух человек, помогли им выйти на звание директора. Это уже не помощь, это очень большая помощь. Вы научили человека зарабатывать достойно, вы научили человека жить достойно. Вы участвуйте в благотворительности. Даже делая заказы по нашим каталогам, вы можете поучаствовать в благотворительности. Вот, допустим, смотрите, у меня вот эта вот кружечка. Не знаю, как вам четко, не четко видно. Вот этот вот знак означает, что все денежки с покупки этой кружечки ушли в благотворительный фонд. И компания Reflame помогла в моем регионе деткам, которые нуждаются в помощи. Также, когда вы приобретаете косметику Giordani Gold, кто заметил, там есть 10, 20, 15 рублей на благотворительность. Это тоже идет в счет благотворительности. И можете самостоятельно помогать нуждающимся людям. В нашей компании вы получаете признание в нашем проекте. Это поздравления от ваших спонсоров, от команды, от лидеров. Это поздравления от компании, то есть когда вы ходите на различные мероприятия. Самые крупные вечеринки признания – это банкет директоров, золотые менеджерские конференции, бриллиантовые, исполнительные. То есть везде вас чествуют, вам показывают, насколько вы успешны и так далее. Здесь у нас бизнес, который мы можем передать по наследству. Поэтому вы приобретаете здесь открытое, светлое будущее для ваших детей. То есть в последствии, когда вы разовьете свой бизнес, когда у вас уже будет большая команда, будет большая стабильность, вы можете передать ваш номер ребенку вашему, и ребенку уже не обязательно будет работать, если он не захочет, также сидеть в интернете, реперировать и так далее. Ему достаточно будет выполнять необходимый личный товарооборот, и он будет получать тот доход, который вы наработали. Также вы развиваете здесь таланты. Кто-то делает красивые картинки, кто-то делает красивые ролики. Есть люди, которые стихи начинают писать и так далее. И самый важный момент, вы получаете бизнес под ключ. Вам не нужно искать помещение под айенду, вам не нужно закупать что-то, вам не нужно думать о логистике, если это склад, кому доставлять поставщиков и так далее. У вас полностью готовый бизнес. Если вы пришли, зарегистрировались, у вас сразу есть свой магазин, в котором вы должны создать товарооборот. Вам не нужно следить за качеством продукции, компания за этим уже следит. Ваша задача – организовать товарооборот. Как его сделать, мы вас всему здесь учим. Главное, чтобы вы сами этого захотели. И давайте теперь поподробнее. Приглашение. Кто-то не знает, да, мы называем это рекрутирование. Это называется рекрутирование. Приглашаем людей в нашу команду. Приглашаем в интернете. Это может быть в интернете очень много способов, как можно приглашать людей в команду. Это могут быть и бесплатные, и также и платные методы. Это могут быть и в социальных сетях, и размещение на сайтах, где люди ищут работу. И платные методы – это размещение рекламы также на различных сайтах, на техниках одноклассников, ВКонтакте и так далее. По поводу рекламы могу вам рассказать, давайте попозже, когда о личном потреблении буду говорить. Хорошо? Очень-очень много методов, как мы приглашаем людей, и этому всему нас учат. Учат ежедневно. У нас идут вебинары в 6 часов по московскому времени. Различные лидеры, которые успешны в рекрутировании, рассказывают, как они это делают, и вас этому обучают. Если один человек научился, то и вы можете научиться. Просто выбирайте метод, который вам больше нравится, который вам больше близок, и им работайте. Как вы можете? Вы должны быть зарегистрированы под именем, которое у вас написано в паспорте. Оно не может быть никаким другим. И, конечно, лучше перезайти, для того, чтобы я могла к вам обратиться. Я же не могу вам сказать номер 163-423-44. Вы можете сменить там адрес. Вы можете через компанию, если вы, допустим, вышли замуж, да, и сменили, допустим, фамилию, да, уже будучи консультантом компании Reflame. Получив новый паспорт, вы должны будете отправить скрин паспорта в сервисный центр своему астму, для того, чтобы они вам сменили данные в кабинете. Следующее, что вы должны делать, это вы должны обучаться по мере развития. То, что я вам уже говорила. Мы постоянно обучаемся, у нас есть сайты школы, у каждого лидера есть свои сайты обучающие, у нас есть вебинары, как я уже сказала, есть обучение от лидеров, то есть ваше личное общение с вашим спонсором, в чатах общение. И также у нас приветствуется самообучение, когда вы, прежде чем пойти взять у лидера готовую информацию, вы идете в Яндекс.Поисковик или в Гугл.Поисковик, либо на Ютуб, ищите то, что вы хотите. Элементарно задают иногда такие вопросы, как взять ссылку на страничку в соцсети. Это все можно найти на Ютубе, это ваше самообучение. И от того, насколько вы будете настроены обучаться, насколько вы будете эффективно обучаться, будет зависеть вот такая вот картиночка. Либо вы будете на сцене стоять с чеком на большую сумму от компании Reflames премии, либо вы будете утром нехотя выключать будильник для того, чтобы пойти на работу по найму. И личное потребление. Раньше вы приобретали в магазине, обычно это супермаркет, да. Для компании Reflame я всю косметику приобретала в определенном магазине. У нас есть сеть магазинов, да, там бытовая химия, косметика и так далее продается. Я там покупала на год дисконтную карту за 300 рублей для того, чтобы получать дисконт 5%. В компании Reflame я зарегистрировалась, тогда не было акции бесплатной регистрации. С первым заказом я заплатила 119 рублей. И сейчас я уже, будет у меня уже скоро 3 года, как я в проекте, и я получаю скидку 32%, даже выше, и плюс зарабатываю доход. Также в магазине это сомнительное качество. Я когда, допустим, ну, пример привести на шампунь. Я всегда выбирала себе косметику, ту, которая новенькая, которая еще не рекламируется. Чисто интуитивно я тогда не задумывалась о том, что трубочки, которые открываются, они уже могут быть просрочены, потому что они стоят на витрине, их может каждый открыть, каждый понюхать, потрогать, пощупать, запихнуть туда нос, пальцы и так далее. Но я выбирала, чтобы было меньше подделок, выбирала продукт, который новый, который еще не рекламируется. Потому что элементарно покупаешь шампунь, да, он тебе понравился, он начал рекламироваться, на следующий раз ты его покупаешь, он уже не тот эффект дает, он уже дает обратный эффект. То есть, вывод такой, что это уже вторая баночка, это уже подделка. Думаю, каждый с таким сталкивался. И плюс там идут огромные торговые накрутки. Сначала отводителя покупают большой склад, потом какой-то маленький склад, меньше склад, все это доставляется, перевозится различными держателями складов, да, потом приобретают магазин, и все это люди, которым нужно получать зарплату, да, которые пришли не бесплатно все это делать, которые пришли зарабатывать на жизнь. Накрутка идет на зарплату людям, на бензин, на аренду помещения, на рекламу и так далее. В компании Reflame у нас эти накрутки, их нет. Вот это вот вся разница, которая идет, накручивается, да, там более, наверное, порядка 100%, даже не знаю, сколько там накручивается в обычном магазине, да. Компания Reflame, все, что добавляется к себе в стоимости продукта, выплачивается нам, то есть тем людям, которые рекламируют компанию, которые создают товарооборот. Мы берем продукт прямо со склада компании, то есть завод произвел, поставил, да, допустим, у нас в Москве, да, привезли с разных заводов в этот большой логистический центр в Ногинске продукцию, да, со склада компании Reflame. И далее уже по сервисным центрам, по филиалам развезли, да, эту продукцию. Все это развезла компания, сама производитель. Это все личные склады, все они куплены, арендованы и так далее. И здесь накрутки идут минимальные. Мы получаем гарантированное качество, потому что мы приобретаем продукцию у производителя, производитель заинтересован для того, чтобы здесь не было подделок, чтобы продукция была качественная. Потому что когда мы становимся постоянными покупателями, только тогда, когда мы приобретаем качественный продукт. Мы купили мыло, оно нам понравилось, мы его купили еще раз. Оно нам понравилось, мы его купили еще раз. Если в четвертый раз, допустим, оно нам не понравилось, мы его в пятый раз не купим. Верно? Ребят, напишите. Верно, да? Все согласны, что если в определенный продукт мы купаем одного и того же бренда, нам продукт не понравился, мы его уже не купим. Компания заинтересована, чтобы были постоянные покупатели, поэтому она постоянно-постоянно следит за качеством продукции. И нам дает гарантию этого качества. Мы всегда покупали эту продукцию. Понятно? Очень широкий ассортимент. В каталоге более полутора тысяч наименований. Постоянные идут какие-то скидки, акции, подарки, накопительная система бонусов, да, розыгрыши. И самое важное, что мы получаем, мы получаем доход, обеспеченное будущее. Понятно, да? Обещала рассказать, почему мы не рекламируемся на телевидении. Реклама – это очень большие деньги для того, чтобы минутный ролик показали на государственном телеканале, да, на том же первом канале. Даже на том же канале, который имеет маленькие рейтинги, это очень большие затраты. Во-первых, для того, чтобы снять качественную рекламу. Во-вторых, заплатить телеканалу за прогон этого ролика. Компания не рекламирует эту продукцию для того, чтобы мы с вами могли зарабатывать больше денег, для того, чтобы мы с вами могли ездить на конференции, на менеджерские, на золотые, на бриллиантовые и так далее. Вы согласны, либо вы хотите отказаться, допустим, от какой-то премии для того, чтобы наша компания рекламировала шампунь на первом канале? Мы, как бы, в любом случае, есть люди, которые верят рекламе. Верят рекламе до определенного момента, потом наступает какой-то щелчок, и люди верят только своему опыту, либо опыту близких людей, да. Так же самое, как мы посмотрели кино, да, интересное, нам понравилось. Мы пошли, позвонили подружке, сказали, вот такое кино классное посмотрела, мне понравилось. Подружка берет билет и идет тоже в кинотеатр смотреть это кино. Нам кто-то заплатил, нам кинотеатр заплатил за то, что пошли подружке рассказали об этом фильме, она решила его посмотреть. Нет, а компания Reflame нам за это платит, за то, что мы пошли и кому-то рассказали о том, что здесь можно заработать и здесь можно купить качественную продукцию. И вот такая лестница доходов. Табличка. Здесь рубли и второй столбец доллара. И годовой доход. Доход ориентировочный, потому что у каждого он индивидуальный, этот доход не фиксированный, да, допустим, ты вышел на старшего менеджера, ты должен получать, грубо говоря, 20 тысяч в каталог. Нет. Это все высчитывается индивидуально от того, как вы поработали. Есть различные показатели, какой товароборот, сколько у вас веточек, да, на каком уровне они и так далее. Все высчитывается справедливо. Но средний, для того, чтобы примерно знать, что вы на каком уровне получите, эту табличку нужно посмотреть и нужно выбрать, какой доход вы хотите получить и поставить в соответствии с этим себе цель. Красивая, да, табличка? Красивая, да, табличка? Вам понятно, да, что нужно организовать товарооборот вашего интернет-магазина. И чем больше ваш товарооборот в вашем интернет-магазине, тем больше денег вы заработаете. Вот это вот самая главная суть, которую нужно понять. И нужно понимать, что каждый человек, которого зарегистрировали вы, ваш спонсор под вас, люди, которых уже вы нашли и так далее, это ваша команда, это люди, которые приобретают продукцию, и их товарооборот считается вашим тоже товарооборотом. То есть вы друг другу помогаете, вы человека нашли, находите ему людей, да, люди тоже делают товарооборот, тем самым растет товарооборот у того человека, которого вы нашли, и у вас идет взаимовыгодная выручка. Вот здесь вот на мою карточку уже перечислили денежек, так вот телефончик решила сфотить. Я вам могу так рассказать, 150 баллов это 3%, 450 баллов это 6% по России, да, по Украине чуть другой маркетинг-план. Далее 900 это 9%, 1800 12%, 3000 это 5%, 5000 это 15%, 5000 это 18% и 7500 и выше, это 22%. Да, кранчить в другом. Здесь вот смотрите, сравнение моих доходов, кто-то опоздал, доход за 17-й каталог наверху, верхний скрин, доход за 17-й каталог на расчетный счет 15-го года, и внизу вот объемная скидка 8-900 с лишним, это тот же 17-й каталог, только 14-го года, здесь у меня еще не открыт ИП, поэтому здесь темная скидка на моем личном номере. Так вот, 3 раза вырос у меня доход за год. Еще раз показываю вам мое свидетельство о государственной регистрации, меня как индивидуального предпринимателя 2-го марта, и мой доход за меньше, чем за год в сумме. Еще раз напоминаю вам про 3 условия для развития вашего бизнеса. Это постоянное пополнение команды людьми, то есть приглашение, рекрутирование, постоянное обучение и личное потребление, то есть смена магазина на магазин Арифлейм. Если что-то одно не делать, то бизнес не заладится. Здесь наша собачка, которую мы смогли себе позволить, доча хотела животное, так как я аллергик, мы не каждую собачку себе можем позволить, мы взяли юркширского терьера, потому что он гипоаллергенный, у него волосики вместо шерсти, такой вот у нас ему уже 5 месяцев. Радости для моей доченьки, игрушки с каждой зарплаты, и так пойду в магазин, зайду в детский магазин, и куплю ей то раскраску, то еще чего-нибудь. Вот такие вот игрушечки. Наташа, выгони человека, который назвал себя Тетупая. Еще раз показываем фотографию. Я с банкета директоров, с моими целями на будущее, и с менеджерской конференции, с нашим бриллиантовым директором, уже старшим бриллиантовым директором, Лоночкой Сухаруковой. Когда я пришла в проект, Лона была старшим директором, человек, который нас ввел в суть работы. И хочу поделиться радостью. Я квалифицировалась на менеджерскую конференцию в Сочи. Уже пересмотрела кучу видео. Я очень давно хотела попасть в Сочи. Я люблю горы, хочу еще раз на море, еще много раз на море хочу. Там тепло, я уже знаю, что там можно посмотреть, очень много интересного. И знаю, что город очень преобразился после Олимпиады. И там много-много всего интересного. И давайте еще под занавес я вам расскажу о нашем проекте, как мы развались, да, и о компании. Смотрите, проект у нас, Анечка сделала патент в 2011 году. Официально проект, как уже с готовой системой работы, уже полностью сформированный уже с тем, что люди начали расти, стартанул в 2011 году. Вот в 2012 год банкет директоров. Аня была единственной представитель нашего проекта на банкете директоров, получила премию 1000 долларов в чек. Прошел год, и вот такой вот был состав банкет директоров Украина. Смотрите, уже такая хорошенькая толпа, да, и три человека в России. 2014 год. Уже так помельче, уже сложнее разглядеть лица людей, да, много уже людей. В три-четыре раза больше, чем. В 2015 году это Украина-Россия. Украина уже в кадр не входила, по-моему. Смеемся, что Украину, наверное, с вертолета будем фотографировать в 2016 году. И вот здесь вот все страны представлены, то есть не только все страны, которыми сотрудничает проект экспресс-карьера, эти страны, в которых наши лидеры побывали на банкете директоров в 2015 году. Смотрите, Россия, Украина, Казахстан, Молдова, Беларусь. Круто, да? Столько людей зарабатывает. И давайте факты гордости о компании расскажу, для того, чтобы вам было понятно, почему мы гордимся тем, что мы сотрудничаем с компанией, тем, что мы становимся партнерами компании. И только потому, что она нам дает возможность хорошо зарабатывать. Ну и потому, что это отличное качество продукции, как я уже говорила. В 2015 году получили премию «Здоровое питание». Вот Антон Привольнов, Юлия Фатеева вручал диплом. Мы заняли первое место, как косметическая компания, которая производит продукцию здорового питания. Уберялись такие факты, как качество производства, как наличие, точнее отсутствие искусственность, да, каких-то там красителей, консервантов и так далее. Знаете, да, что у многих сетевых компаний есть линейка здорового питания, wellness и так далее. Мы обошли всех. Вот такие вот дипломы. Товар года, люр, AdWords, очень много различных наград. Это еще не те, которые я на быструю руку, на скорую руку нашла и влезли в файлик. Наши парфюмы каждый год получают награды. Каждый год обходят такие марки, как Lancome, Chanel и так далее. Мы получаем награды и выигрываем первые места вот в такой вот премии FIFI. Круто, да? Смотрите, вот я нашла 2010-го туалетную водичку. Вот я такую не знаю. Я пришла, ее, по-моему, уже сняли с производства. Да? В 2012-м году More by Demi получила премию. Да? В 2013-м, на следующий год, Power Woman получил, да? В 2014-й Pazes. Причем Pazes получила награду, будучи на рынке один месяц. Мы в октябре ее запустили. По-моему, вот эта премия в ноябре или в каком месяце разыгрывается. И в 2015-м году получили Excite Force. Представляете, Excite тоже летом запустилась. То есть, вот так вот быстро наши туалетные водички завоевывают публику. и звезды, которые сотрудничают с компанией Reflame. Вы догадываетесь, что это не все звезды, у меня просто слайдик закончился. Очень много звезд. Еще не показала вам мою семью. Здесь вот моя доченька Полина, мой муж, мои родные и любимые люди, которые помогают, которые меня мотивируют. смысл моей жизни. И последний слайдик, что я вам хочу показать, это мои работы. Люблю фотографировать. Здесь вот начала изучать Photoshop, вытащила сестру на фотосессии. Вот так вот мы с ней поразвлекались, пофотографировались. Ей мой любимый спонсор фотографии из Египта. Такая вот красивая открыточка. Все, девочки, мальчики, я закончила. У меня слайдики закончились. Пока я запись сохраняю, можете написать ваши вопросики. и я